Всем привет! Вы смотрите канал Gamebrick. Сегодня я вам покажу свою новую модельку, новый набор, который мы продаем в нашем магазине. Это набор танка, советского легкого танка, БТ-5. Набор состоит из почти 400 деталей, 399 деталек. И вот выполнен данный танк в темно-зеленом цвете. Набор идет в запечатанной коробочке. Сейчас посмотрим, что там внутри. Открывать я это не буду. Запечатана она в полиэтилен. Вот это данная коробка. Внутри, соответственно, детальки и инструкция по сборке. Инструкция весьма подробная, цветная. Заказывал я их в типографии. То есть, качество весьма высокое. Список деталек на последней страничке. 34 страницы. Пока весьма приятная и достаточно понятная инструкция. И после того, как мы соберем танк, мы получим вот такую вот модель. Модель танка выполнена примерно в 35-м масштабе, 35-й цирковой масштаб. Чуть-чуть высоковат танк, но тут пришлось пожертвовать пропорциями в пользу игрового функционала. Вот и так. Соответственно, на Леговских гусеничках все это двигается, ездит. Делал колеса катки, собственно, как и в оригинале, поскольку данный танк мог придвигаться и без помощи гусени. То есть, вот таким образом он мог ездить. Башня, соответственно, поворачивается. Дуло поднимается, спускается. Из интересных фишек есть открывающийся люк водителя-механика. Открывающийся люк на башне. И открывающийся люк для доступа к двигателю. Соответственно, на бортах тут лопата, молоток. Фишка набора является возможность снять верхнюю часть танка. И мы получаем доступ к внутренней части машины. Внутри... Сейчас, вот еще данную фигурку. Внутри руль. В данном танке действительно был руль, чтобы управлять им, когда на нем не стоят гусеницы. И приборы. Соответственно, через данный люк водитель может попасть в танк. То есть, тут функционал соблюден. И двигатель. Все это достаточно крепкое, в руках не разваливается. Достаточно сложно было это все построить из темно-зеленых деталей, поскольку в темно-зеленом цвете деталей, соответственно, меньше, чем в том же светлой или темно-сером. Но, мне кажется, то, что у меня получилось, весьма достойно выглядит. Как и в оригинале, цепка, причем даже в оригинале черного цвета была. Фонари. Мне понравилось, как у меня получилось сделать верхнюю лобовую деталь. Поскольку, например, если взять тот же танк от BrickMoney, тут понаворочено кучу всего. И на оригинал не очень-то и похоже. Здесь, мне кажется, вот с данного ракурса весьма похоже на оригинал. Глушитель сзади. Крепление для чего-нибудь. Не знаю, может перевозить что-то будет. В принципе, вот таким образом это все выглядит. Можно фигурку наверх посадить. Данный танк можно у нас приобрести на сайте. Ссылка в описании. Доставка по России, но и не только. Вся информация о стоимости доставки также можете уточнить. На этом я с вами буду прощаться. Надеюсь, данная модель вам понравилась. Ну, а я буду делать что-нибудь еще. Возможно, что-то уже на современную тематику. До скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok